Дай почитать. Глот, лингвист, филолог и журналист Гастон Дорен выпустил новую книгу, своеобразную и увлекательную экскурсию по 20 основным и самым распространенным языкам мира. Сложный выбор 20 из 6000 существующих языков. Его первая книга «Лингва. Языковой пейзаж Европы», о ней мы говорили, рассматривала только европейские языки. Вавилон расширяет языковые границы, ну а сам Гастон Дорен говорит на нидерландском, лимбургском, английском, немецком, французском, испанском. Он читает еще на девяти языках – фриском, португальском, итальянском, каталонском, датском, норвежском, шведском, люксембургском и на языке африканс. По мысли Дорена, каждый язык – это особый мир со своей историей, культурой, уникальной системой коммуникации. В книге 20 рассказов, каждый из которых посвящен определенному языку, но при этом в фокусе внимания автора находится одно определенное свойство этого языка. Например, почему современным туркам непонятны книги, изданные всего 75 лет назад? И что имеется в виду, когда утверждается, что русский и английский – родственные языки, как у японцев сложились отдельные диалекты для мужчин и женщин? Как неалфавитные письменности, такие как китайская и индийская, решают те же задачи, что английский с его 26 буквами? Гастон Дорен подробно и остроумно рассказывает о своих трудностях при изучении вьетнамского в Ханое и признается в том, как книга Вавилон подарила ему двух вьетнамских племянниц. Каждая из глав начинается с кратких сведений о языке, которым она посвящена, с его различных названий, лингвистической, родословной, количества носителей, базовых сведений о грамматике, звуках и письменности, а также о заимствованных словах. Так, на русском говорят 275 миллионов человек. К сожалению, распространенность русского как второго языка последовательно уменьшается. И тем не менее, русский – это первый язык, прозвучавший в космосе в 1961 году благодаря Юрию Гагарину 16+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская 65 и Ленина 103А. До новых встреч! Дай почитать!